Приветствую всех любителей кино! Сегодня, перед премьерой фильма «Люди Икс. Дни минувшего будущего», мы с вами вспомним историю этой замечательной серии. За все время своего существования франчайз сильно разросся, обзавелся приквелом и двумя спин-оффами. Давайте вспомним историю серии. Первый фильм вышел страшно представить 14 лет назад, в 2000 году. У руля проекта был хорошо зарекомендовавший себя новичок Брайан Сингер. Фильм прошел с огромным успехом, возродив у зрителей под затухшую после Бэтмена и Робина любовь к экранизациям комиксов. Спустя три года, в 2003-м, вышел сиквел с лаконичным названием «Икс-2». Многие и по сей день считают его самой мощной частью в серии. Фильм выиграл у оригинала по размаху, драме и раскрытию персонажей. После такого успеха, через очередные три года, вышел триквел с громким названием «Последняя битва». Картина поставила своеобразную точку в трилогии о мутантах. На третьей части у серии сменился режиссер, так как набравший вес Брайан Сингер не смог отказать конкурирующей компании DC и отправился снимать «Возвращение Супермена», о котором мечтал с самого детства. Его место занял Брэд Реттенор и очень неплохо справился со своим заданием. Хотя, конечно, многие критиковали фильм заочно из-за его фамилии. Непонятно, чем он им так не угодил. Между прочим, Люди Икс были одной из первых серий, после которых зрители стали ждать концовки всех титров, в надежде увидеть дополнительную сцену. Нам показывать каждую слишком долго. При желании посмотрите сами. Двигаемся дальше. После последней битвы конвейер по производству блокбастеров о мутантах со сверхъестественными способностями и не думал останавливаться. Он просто пошел немного в другую сторону, и мы увидели спин-офф, дефис, приквел «Люди Икс. Начало Росомаха». Со времен третьей части вновь прошло ровно три года. Показав становление героя Хью Джекмана, студийные боссы решили не ограничиваться одним героем и показать начало пути всех персонажей. Так, спустя всего два года в 2011-м свет увидел «Люди Икс. Первый класс». В отличие от Росомахи, картина не только собрала много денег, но и была невероятно высоко оценена как зрителями, так и критиками. Тем не менее, историю «Ни бритого, ни ряхи» решили продолжить, и через очередные два года, в прошедшем 2013-м, нам показали Росомаху Бессмертного. Надо заметить, что у всех трех последних фильмов серии были разные режиссеры. Гевин Худ, Мэтью Вон и Джеймс Мэнгл, соответственно. Родоначальник серии Брайан Сингер тем временем после провала возвращения Супермена сильно пожалел, что так легко расстался с принесшим ему славу франчайзом и снимал фильмы для телевидения. Но вот Мэтью Вон не смог уложиться в график и заняться продолжением первого класса, так как планировалось изначально. Как говорится, время – деньги, и студия в поисках экстренной замены обратила свой взор на Брайана, у которого к тому же случился очередной провал с картиной «Джек. Покоритель великанов». В итоге Сингер охотно согласился занять режиссерское кресло и сразу же принял решение вернуть весь оригинальный актерский состав. Как же так? А что делать с первым классом? С актерами, между прочим, изначально подписали контракты на несколько фильмов, а за прошедшие с премьеры годы некоторые из них стали настоящими звездами. Брайан сказал, что и их тоже надо оставить, ему все пригодятся. И после титров «Бессмертного Росомахи» терпеливые киноманы могли увидеть вот такую сцену. Привет, Логан. Неужели это возможно? Как я сказал тебе давным-давно, не только ты обладаешь особым даром. И вправду ведь путешествие во времени – отличный выход, позволяющий не только красиво расстаться со старыми персонажами, но и сделать своеобразный перезапуск серии, дав ей второе дыхание. Насколько хорошо создатели картины справились с заданием, мы узнаем совсем скоро и непременно обсудим это с вами в одном из ближайших выпусков.